Итак, всем привет! Сегодня мы разберем, как возникают диезы, откуда они вообще берутся. Нам нужно с вами запомнить, что наименьшее расстояние между звуками называется полутон. Первая струна. На первой струне я сыграю нотку Си и рядышком нотку До. Это соседние звуки. Значит, между такими звуками расстояние полутон. Если мы сложим два таких расстояния вместе, то полутон плюс полутон, вот полутон плюс еще один полутон, то между вот этими двумя звуками уже будет расстояние целый тон. Это у нас получается Си До Диез. Си До Диез. Понятно. Итак, тон – это два полутона. Полутон – это наименьшее расстояние между звуками. Меньше не бывает. По крайней мере, в европейской музыке. Вот если мы сейчас будем говорить о мажорных тональностях, то все мажорные тональности построены одинаково. Вот, если взять в качестве примера до-мажорную гамму. До-ре. Значит, между звуком До и звуком Ре, какое будет у нас расстояние? Правильно. Целый тон. Между звуками Ре, Ми будет тоже целый тон. А вот между звуками Ми, Фа будет полтона. Видите? Возникает уже определенная структура. До, Ре, Ми, Фа. Дальше. Между Фа и Соль будет тон. Между Соль, Ля – тоже тон. Ля, Си. Между Ля и Си тоже тон. И между Си и До. Между Си и До – полтона. Это и есть До мажор. Тональность До мажор, в которой нет ключевых знаков. Итак, у нас возникла структура мажора. Структуру мажора можно записать с помощью вот этих новых слов. Расстояние между первым и вторым звуком – тон. Между вторым и третьим – тон. Между третьим и четвертым – полутон. Между четвертым и пятым – тон. Между пятым и шестым – тон. Между шестым и седьмым – тон. И между седьмым и первым – полутон. То есть мы назвали ступени мажорного звукоряда. И расстояние между этими ступенями. Получается тон-тон-полутон, тон-тон-тон-полутон. Вот такая структура мажора. Сейчас ответьте, пожалуйста, в комментариях. Сколько звуков в музыке вообще? Ответили? Молодцы. В музыке 12 звуков, но все они записываются с помощью 7 нот. Зная структуру мажора тон-тон-полутон, тон-тон-тон-полутон, мы можем сами построить мажор от любого звука. Попробуем от звука соль. Соль, ля, тон. Дальше. Ля, си, тон. Дальше идет полутон. Си, до, полутон. До, ре, тон. Ре, ми, тон. Теперь. Ми, ми, фа, полутон. Но нам-то нужен тон. Фа нас не устраивает. Расстояние между этими двумя звуками должен быть тон. Получается. Ми, фа, диез. Тон. И теперь. Фа, диез, соль. Полутон. Получилось. Сол, ля, си, до, ре, ми, фа, диез, соль. Да? Откуда взялся этот фа-диез? Появился он именно благодаря тому, что мы правильно строили мажорный звукоряд. Вот ноты соль. Вот и все. Получилось так, что этот ключевой знак, фа-диез, это показатель тональности соль-мажор. Попробуем построить от звука фа-мажор. Смотрим. Фа. Тон, да? Нужен фа, соль. Дальше пять тонн. Соль, ля. Теперь нам нужен полутон. Ля, си. Это тон, а нам нужен полутон. Нам си нужно изменить на си-бемоль. И так получается. Фа, соль, ля, си-бемоль. После си-бемоля, после этой ступени нам нужен сыграть тон. Си-бемоль, до, тон. До, ре, тон. Ре, ми, тон. И ми, фа, полутон. Получается, что у нас тональность какая получилась? Фа-мажор. И в ней один ключевой знак будет. Это си-бемоль. Фа, соль, ля, си-бемоль, до, ре, ми, фа. То есть, сама структура мажора, она как матрица, которую мы накладываем на наши 12 звуков. И получаем вообще любую тональность. То есть, мы можем от любого звука построить. От ми-бемоля, да пожалуйста. Просто ми-бемоль, фа, соль, ля-бемоль, си-бемоль, до, ре, ми-бемоль. И только сколько получилось, смотрите. Ми-бемоль. Ми-бемоль, первый бемоль, да? Ми-бемоль. Фа, соль, ля-бемоль, си-бемоль, до, ре, ми-бемоль. Если я строю от ми-бемоля, то у меня тональность будет называться ми-бемоль-мажор. Правильно? Правильно. Получается, что в ми-бемоль-мажоре у меня будет 3 бемоля. Ключевые знаки 3 бемоля. Откуда возникают диезы и бемоли? Возникают они просто из структуры мажора. Так как структура у нас неизменна, то при построении от разных звуков у нас будет наблюдаться различное количество диезов и бемолей. Точно так же все будет происходить и с минорными тональностями. Об этом мы поговорим в следующем занятии. А на сегодня все. Всем пока. До новых встреч. Занимайтесь и развивайте свои знания, умения и навыки.